Доброго времени суток дорогие друзья, с вами стример СЛТВ Слардармчик и мы продолжаем комментировать все тот же фаскапчик под номером 5591 и у нас сейчас идет игра в полуфинал, то бишь команда которая сейчас выиграет пойдет в полуфинал. Вот, а это уже значит то, что там останется пару раундов и все, какая-то команда будет победителем. Но у нас пока 1 четвертая в полуфинал, вот, ну и играют команда DSD против команды HDGame, вот, хотя в названии в самой доте мы видим, что команда даже если и HD, то гейминг. Но, я думаю, сути это особо не меняет и надо продолжать. Итак, что я могу сказать буквально о каждой команде. Команда DSD сыграла всего, пока находится на Стрладере, 6 матчей, из которых 3 победных и 3 поражения. Ну, то есть соотношение 1 к 1, но, в принципе, на самом деле неплохо, я должен сказать. Вот. Что же о команде HD Gaming, я уже про эту команду сегодня говорил на Твиче, но повторюсь еще раз, потому что не так уж и страшно. Команда уже выиграла 2 своих раунда предыдущих, вот, и теперь статистика у них 10 побед, 14 поражений. Если ребята сегодня станут финалистами и победителями, то они выйдут, в принципе, со счетом 14-14 и уже будет тоже хорошая статистика, то есть уже пойдет на улучшение. Вот. Но это так, если, грубо говоря, и кратко о каждой команде. Московское время у нас без пяти... без пяти минут уже 6 часов. Тем временем, тем временем, давайте уже вернемся к самой игре. Итак, команда DSD забанили Doom, забанили Razora, Ligantropa, Dead Profit. В пик себе взяли SkyWrite Match и Bristol Back. Сейчас идет пик третьего героя. Тем временем, команда HD Game забанили Войда, Тайтхантера и Врайкинга. И такой замечательный и самый вредный и неприятный герой, как Вайпер. Да, жутко неприятный. И опять мы видим, Бревмастер залетает у нас в пик, что на самом деле мы уже видим очень часто пикаемый герой. Я, по крайней мере, вижу уже, по-моему, третью или четвертую игру его. Вот. Тем временем, команда HD в пик себе взяли Shadow Shaman, Рубика, Кентавра и Луна. Уже понимаем, да, что Луна, Рубик, Shadow Shaman это будет комбо-трепла, ибо там все-таки пассивочка на увеличение урона, есть Бим. Есть тот же Рубик, да, со своим телекинезом, да, и Волной. Ну, Волна это, понятное дело, но вот телекинез очень полезная штукенция. Также есть и Shadow Shaman. Кроме пуш, у него есть и для Ферстблада Хекс, есть связка. Ну, что он будет качать, мы посмотрим, ну и как вообще, в принципе, у ребят пойдет с игрой, мы увидим. Тем временем пикают четвертым героем Леона, команда DSD, и банят Морту, команда HD. Последний герой отправляется в бан. Что же это будет за герой? У ребят там 10 секунд, да, еще основного времени. Команды, на самом деле, очень быстро пикают и банят, потому что до этого мы видели, да, что дополнительное время практически всегда требовалось хоть одной, но из команд точно. Тут мы видим, что, ну, буквально там, да, одна секунда зацепила немножечко, но ребят сразу же взяли себя в пик. Вот. Ну, а тем временем Шторм залетает у нас с последним героем в бан. И по одному герою сейчас пикнет каждая команда, и, в принципе, можем начинать, но, как я всегда люблю говорить, последний пик самый важный. Без него никуда. Ребят, те, кто смотрит трансляцию на Твиче, там задержка в 3 минуты, вот. Собственно, трехминутная задержка это такое. Кому-то хорошо, кому-то плохо, можете, в принципе, через Доту, там, на 2 минуты задержка. Ну, посмотрим. Что-то я хотел важное сказать. Ах, да. Ребят, те, кто смотрит по Твичу, переходите по ссылочке ниже, которая находится под Твичом, группа ВКонтакте, и переходите, голосуйте за команду, которую вы болеете. То есть, это будет команда DSD, либо команда HD Game. Вот. Пока что лидирует именно в голосовании команда DSD. Вот. Ну, собственно, какая команда выиграет, мы посмотрим. Так. Ну что, Ember Spirit. Отлегся я пока заходил на свой Твич. Ember Spirit, отличный пик. Могу уже 100% сказать, что Кентавр у нас идет на хард. Луна, Рубик, Шадо, Шаман идет трипло, Ember Spirit, мид. Тем временем, как Бристалбек идет на хард. Джаггернаут, Лилон, Скайрей, это трипло, и Бревмастер, это... мидер. Ну что, разбирают, ребята, героев тем временем. Разбирают, разбирают. И пора, в принципе, начинать. Ну что, поставлю статистику Крипстата. Чтоб не наедать одним и тем же интерфейсом, поставлю теперь другой. Если уж кому-то совсем больно смотреть глазами, я могу потом просто поставить самый обычный. Лишь бы на Твиче, ребят, вы меня попросили. Да, ну это фаскапчик. Вижу, смотрят меня 10 человек на Твиче. Ребят, вообще вам огромный лойс, огромное спасибо. Ну и я хочу от вас передать командам ГЛХФ. Гуд лайк, ребят, удачи. Надеюсь, что это будет самая офигенная игра, самая потная. Я хочу это увидеть. Я хочу сегодня увидеть хотя бы одну игру самых потных игр. Потому что видели игры мои по 20 киллов на 1 килл. И ребята, которые просто выходили до ГГБП, еще даже до начала крипов. Ну, я хочу увидеть офигенную игру. Вот, ребят, покажите мне ее. Я вас верю. Ну что, 0-0 на табло и... Пошли крипы. Скайрей ставит вардеский. Думаю, заберет руну. Да, подбирает. И будет у нас стоять ничего такого необычного. То есть у нас, опять же, Бриттлбек пошел на Харт. Стоять против Шадоу Шамана, Рубена и Луны. Тем временем, как Джаггернаут будет стоять с триплой, состоящей из Леона и Скайрей. И будет стоять против Кентавра. Ну, а пока у нас заход в мид. Заход в мид. Скайрей в инвизе. Его не видят. Думаю, качать он будет все-таки вторую обилочку для замедления. Но вот Леон уже ушел. Поэтому Скайрею нет смысла тут, в принципе, оставаться. Думаю, пора возвращаться. Ну и мид, конечно, Бриттмастер против Эмберспирита. Был такой, знаете, маленький заходик, да, в мид. То есть, какая-то попытка надамажить или забрать Эмберспирита. Но ребята просто решили, поняли, что не смогут этого сделать. И просто развернулись и ушли обратно. Ну что, Леон у нас будет стоять на отводах. Тем временем, Скайрей готов. Первый уровень. Сейчас будет уже второй. Измедление есть. Все, в принципе, неплохо. Луна у нас, конечно же, через две обилки. Тебим и пассивочка на урон. Оба мидера, я смотрю, очень потные. Ибо по 10 крипов у каждого есть. И это действительно заслуженно. Ох-ох, агрессирует, как мастер у нас. Критулинка так, ух, выпала. Паймерспирита. Так говорит, хватит, не мешай мне фармить. Где тут сам лучший фармер на карте? Не отгоняет, конечно, Скайрей кентавра. Кентавр свободно получает свой нужный левел. Уже имеется третий уровень. Но главное кентавру быть осторожным. Пока что видите стан на один. Даблэйдж на два. Пока третья минута. Все спокойно. И вот, вот, заход, заход с макаха, суппорты. Нет, видит, видит бремастер. Ушел, ушел. Нет, не было задержки никакой. И даже связки от эмберспирита. Хотя во время прыжка можно, конечно, использовать стан. Но суппорты остаются. Пока что первый левел у Рубика. Но у Рубика есть телекинез. Но неудачная. Неудачная попытка ганга. К сожалению, от ребят. Хотя, возможно, не была. Потому что никакого вижена тут у ребят нет. По голосованию пока команда ДСД выигрывает в группе. Большинство болеют за команду ДСД. Так, отключается у нас шаман. Что-то у нашего шаманчика случилось. Здесь сразу же остановочка идет. Сори, извиняется у нас луна. Ну, ждем, ждем, конечно же. Дождемся мы шамана. Надеюсь, что у него все хорошо. И ком не залагался. И экран смерти нет. И ничего такого серьезного нет. Надеюсь, сейчас переподключится. Продолжение следует... Что-то я как-то пропустил вот этот хороший, замечательный момент. Насчет того, что обилка вторая у Рубика изменена. Это, по-моему, наверное, из-за какой-то вещицы у нашего братишки. Потому что я не видел, чтобы скиллы изменяли. Только сет меняет. Ну, хорошо, не будем придираться. И шаман у нас подключился к игре. Слава богу. Гоу. Продолжаем игру. Возобновляется. Пока самый топовый на карте, как обычно... Ну, как? Не как обычно. Но у Бармастера у нас имеется 25 крипов. Хотя Луна вот не отстает. 23 крипа. Ну, ребята, так. Плюс-минус один крип. Поэтому ничего такого серьезного пока не вижу. Вот насчет хардлайнеров. Как у нас дела? 4-4. То есть, ребята, равны шансы. Так, пошло замедление. Замедление не такое удачное. Почти пятый левел имеет. Как у нас там у Бристалбек? Бристалбек почти шестой. Пол левела и все. Не знаю, что вот у нас тут шаман делает. Он получает вроде как опыт. Даже нет попытки как-то пойти подамажить этого Бристалбека, чтобы он там сожрал Клирити. Ой, чтобы он съел тангусик или фласочку использовал. То есть, никаких таких агрессивных попыток нету, да? Как, например, тот же Скайрей, да? Он немного там подамажит, там ударит. Ну, хотя, все равно, игроки пассивные. Но, это пока. Пока пассивные. Ребята, чуть-чуть наформят, на первые итемы, там все. Там уже пойдет игра. Транквилы. Приобретает себе Кентавр. Просто зашел в магазинчик, купил стики. Все. У меня все есть, говорит. Мне больше ничего и не надо. У Бримастера уже есть ультимейт, так же, как у Эмберспирита. Поэтому... И ДД. ДД. В бутылочке. Так, пошел, пошел Бримастер, видит, что там реген. Подбирает в ботул Эмберспирит, связывает, дамажит. Ну да, ему, в принципе, нечего бояться. С регеном-то можно подамажить, уйти, отрегенится. Вот. Чувствуется, чувствуется этот дамаг и возвращается. И активирует ДД у нас Бримастер. И реген активирует также Эмберспирит. Ну что? Отрегенился, но ДДшечка пока будет работать. Это хорошо. Ну что, шестой уровень. Луна, есть Эклипс, есть Бим, вкачанный на троечку. Ульта Кентавра, отличный ульт Кентавра. Телекинез, связка, замедление от Скайрея, который прилетел сюда. Бим, и это Фёстблат забирает у нас Луна первую кровь. Стики прожимает и пополняет себе здоровье. Я думаю, у Суппорта... Да-да-да, конечно же, Тангусики есть. Де Танго, сейчас Луна у нас должна скушать один. Съесть дерево, забавно. Ну что, есть Эклипс, который ещё не потрачен. И тут Скайрей, да, себе немного набивает уровень. По опыту немного отстаёт Джиггернаут. Пошли плевочки от Бристалбека. И пошёл Эклипс на развороте. Да, не самый удачный. Бим. Но, слушайте, пол ХП. Больше, чем половина, конечно, ХП. Три четвёртых отняли, и... Это приятно. Конечно же, для Луны. Бристалл тем временем съел Тангусик. Отпился фласочкой. Ну и говорит, ребят, ну... Ранить ранили, но я всё ещё жив. Так, восьмая минута. Неудачный заход от Бривмастера. И вот подбирает у нас Эмберспирит. Отбивается, подбирает руну Инвизабилити. И будет заход в Триплу. Итак, активирует у нас Инвиз. Тем временем Кентавр. Кентавр. Есть ульта. Будет ли сюда какие-то телепорты? Нет, у ребят, к сожалению, нет никаких телепортов. Телепортов. Ну... Вдвоём. Да, вдвоём. Телепорт от Леона. Как вовремя уходит. Сейчас должны забирать. Бристалл Бэк забирает тем временем тут Шадо Шамана. У Рубика небольшие проблемы. Да, даблкил забирает у нас. Ну и Бристалл Бэка забирает тут Луна. Камешек прилетает у нас в Луну. Проблемы у Луны. Ульта от Кентавра тем временем там забирает. У нас Джаггернаут. Джаггернаут должны забрать. Коцает, коцает. Есть ультимейт. Как там Луна? Сел, ну и Кентавр там забирает Джаггернаута. Дам. Три в два. Вот так вот. Ну и счёт 3-3. Вот так вот. Три в три. Девятая минута игры. Забрали Керри. Забрали Керри. Ну там два суппорта погибло. К сожалению. Да, обидно. Но забрала... Луна успела забрать Бристалл Бэка. Это огромный плюс. Нет, Луна всё-таки ничего там не сняла. Да, просто обычное убийство. Фазы. Фейсбутс. Появляется у Мберспирита. Всё, и вот пошли вот эти, знаете... Первое время называется мы фармим. Теперь всё остальное время будет телепортироваться и убивать. Вот стики транквилы есть у... Вот всё, Леон, ошибка, да, остановился. Телекинез откидывает. Хекс, минус. Просто Лун забирает нас Леона, да. Там молнии... Ну, это очень-очень-очень много дэмэджа. Итак, ошибка была Леона. Би им. Ульта пока АКД. Так, замедление от Скайре. Приобретается Смоук. Фейсбутс. Также появляется у Джиггернаута. И у нас была приостановка игры. Там что-то мелкое произошло. Вроде всё нормально. Итак, подниматель кинезом. Тут же волна. Поджигает, поджигает. Горит, горит. У нас связка. Отличная связка. Думаю, это будет минус. Ультимейта нет. Да, это минус. Эмберспирит умирает. Точнее, Эмберспирит забирает. Брюкмастер. 5-3. Десятая минута игры. Ошибка Леона. К сожалению, не видео-брюкмастер. Хотя, вардесский, да, тут есть. И можно было, конечно же, спалить Рубена, который подходил. Но, к сожалению, как-то не уследил. Ну и команда тоже наверняка не сказала. Ульта Кентавра. Заходит на Бристалбека колючками. Стан. Хороший стан. Связка. Сейчас будет Дабл Эйдж. Минус. Забирает у нас. Тем временем, ещё и забрали Скайрейл. Господи, ребят, вы что тут творите? Я понимаю, что вы убийцы хорошие. Так, Даггер. Сразу же. Ох, ох, улетел, улетел. Всё, отлично. Вот этот ультимейт, конечно, шикарный. Тем временем, телепортируется он на Джиггернаут. Но он уходит. Да, его тут не поймать во время его Блэйд Фьюри. Ушёл. Всё, тут уже мясня начинается потихонечку. 7-3. 12-ая минута игры. Как у нас там с голосованием? Всё так же. Ребята всё ещё надеются на пока ещё победу Дейс Доты. Ну, пока ещё рано. Да, ещё пока рано говорить о чём-то. Потому что, может быть, да, мелкие ошибки там. По одному ходят. Всякое такое. Так, Блэймастер отпевается, забирает инвизабилити. Проходит через вард, который его спалил. И будет активировать или нет пока. Ну, Блингдаггер есть. Это хорошо. Луна с Джиггернаутом тут формят. У Луны уже девятый уровень. Экрипс на единичку. Ну, блин, да, чё-то я... Бим, бим. На четвёрочку. Так, ну что, Т1. Т1 стоит. Кто-нибудь сюда будет подходить, наверное. ВБН. Волна на три. Кентавр пока вот не желает идти. Он видит там, да, этого Бристалбэка, этого Леона. Понимает, что вот так же Джиггернаут наверху. Но вот где остальная команда? Итак, инвизабилит мастер. Барабанщики появляются у Бирспирита. И телепорты. Сейв телепорты идут сюда. У нас Джиггернаут покупает телепорт. Понимает, что Блэйд Фьюри у него нет. И на фазах уходит, уходит. Тут же Скайрей, Бристалбэк. Все готовы. Телепорт также от Бридмастера. Леон, всё. Вся команда телепортируется у нас на топ. Так, так же телепорт у нас Рубик совершает. Будет от Кентавра. Нет, у Кентавра пока 1400 будет, наверное. Либо фармить, либо... Ну, ульту он проживать успеет. Так, Денай, Денай, Денайть можно. Или пока не будем. Пока не будем. Хорошо. Хекс. Сразу же захват. А ты Леон. Проблемы. Стан, сразу же Телекинез. Минус. Забирает Бридмастер. Залетает. Тут Эклипс проезжимает Луна. Может Бим на развороте. Змейки ставятся. Будет сеточка. Да, сетка хорошая. Джиггернаут ульту. И Бридмастер забирает Шамана. Шаман забирает Бридсбэка. Минус три. Два. Проблема небольшая. Бридсбэрит. Стан. Углушение камнем пока тут. Ну, маны нету Скайрея. Уйдет? Не уйдет. Ботлом. Отпивается. Ох, и ультимейт заканчивается. И проблемы еще и в Скайрея. Луна. Тычка. Минус. Отлично. Стики прожимает. Врывается у нас Бридмастер. Сразу же связывает. Сейвит тут Луну. У Луны есть Бим. На развороте. Можно еще сделать минус. Поджигает у нас сам себя Эмберспирит. Горит, горит. Пойдет до конца. Минус. Отлично. Начинает господствовать. И забирает Бридмастера. Шикарно. Скольких там? Двоих забрали. Да, Кентавр вообще на низу стоял. Ему нормально. Он там ульту включил. Ребята, просто игра произошла шикарно. Итак, Денай Трубик. Вышечку. Так вот шикарно. Персеверанс приобретает Эмберспирит. То есть, понимаем, что это будет. Итак, хоста. Будет какая-то попытка. Рубик тут у нас уже. Седьмой левел. Пока ничего не своровал. Рубик, к сожалению, погиб. Так, проходит. Вижены нету. К сожалению, Вижена нету. Сразу же Сана. Ох, какой неудачный, к сожалению, Клаб. Но тут замедление, плевок, телекинез и минус. Да. Умирает тут. Ошибка. Ошибка от Рубика. Не заметил. Ну и хоста активированная. Видит луну. Будет. Так, пока пивком. Напоили пивком. Хорошо. Блинкдаггер у Кентавра. Будут ли телепорты? Шаман. Кентавр. У Кентавра нет телепорта. У него просто нет денег. Отдает телепорт Кентавру. И Кентавр телепортируется. Так, также вместе с Рубеном возвращается. Так, прыжок. Как там дела у Кентавра? Кентавр пока ждет, ждет. Есть ультимейт, есть даггер. И телепортируется сюда у нас Шадо Шаман. Денает. Джиггернаут у нас в мышечку. Ребята, просто зашли в лес. Так. Пошел Смоук. Смоук от команды ДСД. Видят. Видят Рубена. Рубена проблемы сразу же. Клэпом откидывает. Телекинезом откидывает ультимейта. Джиггернаута минус. Забрал Скайрей. Транквилло. И забирают сразу же тут глазюки. Это у вас Алексмена. Минус. Все, Вижена нету. Вижена нету. Ребят, телепорт. Скайрей возвращается на базу. Теперь на развороте. Ребята, нет Скайре. Будет 4 на 4. Так, Бристалл Бэк. Проблемы. Связка. У Бристалл Бэка проблемы. Бим. Минус. Так, Джиггер... Так, ульту... Так, так, так. Хорошо. Заггера ворвался. Ультимейт. Пошел ультимейт. Отсюда Джиггернаута не уйти. Нет, может уйти. Стан. Хороший стан от Леона. Ушел. Все. Ушли. Дальше не погонятся. Или погонятся. Так, связка. Нет, к сожалению, связка была в 2 иллюзии. Шикарные 2 иллюзии. Вовремя активированные Брэкмастером. Где Рубик? Рубик уже тут. Ребята уже в пятером. Нет ультимейта у Кентавра. Но есть у Лумы. Так, пошли молнии. Стан. Не очень удачно Кентавр залетел. Но есть уже ультимейт второго уровня. Так, прилетает. Но сюда Бристал Бэк. Будет связка. Связывает. Отлично. Дамажит. Эклипс. Стан не очень точный. Сразу же подкоп. Минус. И. Минус Луна. Хорошо. 3 в 1. 3 в 1. Ушел. Тут у нас ультимейт от Брэймастера. Джиггернаут забрал уже господствующую Луну. Там 560 голды зарабатывает очень много. Змейки дамажат. Дамажат потихонечку. Так, хорошо. Кентавр залетает. Дабл Эйдж. Сразу же пытается заминусовать. Чуть-чуть не хватает. Но отпевается Ботлом. Еще плюс там вард Джиггернаута прыгает. Вот. Вот шикарный стан в начале замеса был, конечно же, от Рубена. Эмберспирит забирает вышку. ДД. ДД подбирает Эмберспирит. Ну что, БКБ появляется у Луны, и Пауэртретс появляется у Брэймастера. Ну, тоже есть маленькие такие плюсики, да, в том, что появляются. И есть Вижен на Рошане. Так, ребята тут вчетвером. Брэймастер пока там находится, но у нее есть телепорт. В принципе, прыгнуть может там к ближайшему тавору, да. Пока ребята боятся ходить по одному. Так, Рубик. Рубик девардит вард. Девардил у нас с Н3. Остался ОПС. Видит, наверное, скорее всего ОПС. Хотя, может и не видит. Фиг его знает. Вот, да, видит. Есть Вижен, есть Вижен. Вот так вот видит команда Радиентов. Команда HD. И вот так вот видит команда ДСД. Видит, что там ребята в лесах, все такое. Ладно, откроем полную карту. И Эмберспирит, кажется, загулял. Телепорт сюда от Скайре. Эмберспирит ушел. Все, почувствовал, почувствовал, что что-то неладное. Нельзя так долго задерживаться. Шаман помогает раздевардить вард. И да, минус вард. Смоук. Смоук от команды. Вот он, батл фьюри, тот самый на Эмберспирита, который будет очень много дамажить. ДД активировать, и все. Так. Команда. Команда зашли на хэйграунд. ДД. Уже знает, уже знает, что сейчас будет замес. Так. Проблемы, проблемы. Бристлбэк. Очень, очень ужасно, что связка вот не сработала. Так, джаггернаут. Проблемы. Сразу же вард сбивает у нас. Рубик ультимейт у нас использует. Кентавр. Стан. Подкоп. Хороший подкоп. Но успевает у нас Бривмастер. Эмберспирит забирает, конечно же, там Леона. Минус один. Проблемы сейчас еще у Бристлбэка. Связка минус даблкил от Эмберспирита. Скайрей забирает у нашего мана. Два в один. Проблемы у Скайрея. Скайрей умирает. Минус три. Остается. Еще. Один. Ну и. Нет, нет, не набивает. Но тут мало хп все равно. И залетает от Эмберспирита. Это уже триплкил. Хотя нам пишут дабл, но не важно. Триплкил от Эмберспирита. Минус четыре. Минус четыре в один. Ребятам надо пушить. Либо Рошан, либо пуш. С Эклипсом, конечно, шикарно тоже Луон залетело. Рубик, по-моему, не своровал ни одного заклинания. Я удивляюсь иногда. Почему? Вроде иногда такие шикарные. Иногда нет. БМ. БМ появляется у Кентавра. И телепорт от Луны на топ. Будет продолжать фармить. Там Яша. Да, Яша у Луны. И Доминатор уже тоже есть. То есть отхил такой. Все есть. На Луны все шикарно. Как у нас дела у Джиггернаута? У Джиггернаута аганим. Здесь скачков, там он уже совершает шесть. А, нет, вру, вру, вру. Девять. Шесть скачков это было бы без аганима, так с аганимом девять. Ну, считайте, что у Джиггернаута шестнадцатый уровень. Плюс там дэмэдж. Дэмэдж. Ну что, пушится, пушится тут. Да, есть глиф. Ребят не прижимают. Луна забирает вышку. Кентавр просто прыгает наперёд. Будет, наверное, стан, дэмэдж, минус всех крипов. И, наверное, тут будут змейки. Скорее всего. Не зря же шаман сохранил змеек. Да, ставятся змейки. Просто пушатся. Ребята пока ещё даже и не дошли до Т1 тавра. Когда ребята там уже Т2 ломают. Просто сгрызают этот тавр. Ромберс перезабирает вышку. И будут пытаться забирать, конечно. Тут можно и глиф прожать, ещё защитить эту вышку. Или пойду дальше. Так, так, минусуют. Глифа нету. Ребята решили отдать. И телепорты пошли. Три телепорта от команды. Четыре. По-моему, кто-то отменил телепорт. Пока небольшие проблемы. Так, Луна. Блкб заюзывает. Тражу ульта от Кентавра. Кентавр. Хороший стан. Проблемы у Кентавра. Небольшие БМ прожимают. Уходит. Минус один Бристалбэк. Проблемы сейчас небольшие. Джаггернаут. Джаггернаут умирают. Даблкил. У нас от Эмберспирита. Сразу же заюзывает. Или он уже... Заюзал, да. Инвиз. Видит. Тут ультимейт был от Бридмастера. Ошибочка. Маленькая ошибка была. Но Т3 горит. Т3 горит. Умирают Т3. Каспер, да. Лайк тебе за то, что ты сказал, что казармы магов не регенятся. Теперь это все используют, конечно же. Ох-ох-ох. Ох-лоу ХП. 100 ХП. Стики прижимает. 150. Проблема у Леона. Леон умирает. Стан. Нет. Успели, успели. Хорошо. Сбили. Просто убили. Так бы Кентавра 1 ХП был бы еще опасней. Регенятся. Регенятся пока транквилами. И ГГ. Минус верхняя линия. И команда ДСД сдается. ГГВП. Ну что, поздравляю я команду HD Game. И у них офигенная победа. И они идут дальше по сеточке. А по сетке они попадают в полуфинал. Поздравляю, ребята, вас. На сегодня мои трансляции заканчиваются. Вам большое спасибо. Огромное спасибо за то, что вы меня слушали, смотрели. Всем удачи. Всем побольше побед. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok